Защити меня сегодня, я смогу защитить тебя завтра. В Симбирской епархии проходит акция, направленная на сохранение жизни еще нерожденных детей. В чем она заключается и куда можно обратиться женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в нашем материале. На протяжении своего существования церковь всегда вставала на защиту слабых и тех, кто особо нуждается в помощи и поддержке. Поэтому не случайно на рекламных счетах Ульяновска появились изображения маленьких детей, которые просят взрослых подарить им жизнь. Огромное количество малышей погибает в результате абортов. Поэтому в День памяти вифлеемских младенцев Симбирская епархия провела акцию в защиту жизни. Во всех храмах нашей епархии были отслужены литургии, после которых служился молебен вифлеемским младенцам. Священники произнесли проповеди о пагубности греха аборта. И по всему городу были размещены плакаты с изображением детей, которые просят о помощи. Вот эта акция призвана к тому, чтобы привлечь общественное внимание к этой теме, теме абортов. Ценее жизни ничего не может быть. И 39 плакатах на улицах города говорят об этом. Все они находятся в зоне видимости водителей и пешеходов. На баннерах указан телефон горячей линии, позвонив по которому женщина с незапланированной беременностью может получить психологическую помощь. Жители города положительно отнеслись к проекту, поскольку тема защиты жизни нерожденных детей особенно актуальна в год, объявленный президентом Годом Семьи. При виде этих плакатов я уверена, что люди задумаются. Особенно если кто-то стоит перед выбором, сохранить или не сохранить жизнь, в любом случае это затронет в сердце. И человек примет для себя важное решение. Я так считаю. Помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, симбирская епархия осуществляет на протяжении многих лет. При Благовещенском храме гуманитарный центр Благостыни бесплатно отдает одежду, средства гигиены, предметы по уходу за детьми. В ходе благотворительной акции «Спасибо, мама» беременным женщинам вручают подарочный набор с иконой Пресвятой Богородицы, помощницы в родах, поздравительную открытку от священника и набор одежды для новорожденного. Такая забота подготавливает будущую маму к радостной встрече с младенцем. Дарья Цибина, Сергей Николаев, Юрий Конихин. Вести. Ульяновск.